Чадолюбивый и всемилостивый Господь всегда посылает человеку, какие радости и утешения. Он знает немощи человека, поэтому и сам принял образ человека, кроме греха, пришел на землю, пострадал на кресте, почил во гробе, чтобы разбудить и освободить от уз адовых и дьявольского насилия, усопших с верой и надеждой на милосердие Божие. Пост — это жизнь радости, это жизнь радостная во Христе Иисусе. Святые отцы называют пост матерью целомудрия. Что же делает мать целомудренная? Она хочет научить детей молитве, терпению, кротости, любви, милосердию, хранить девственность, хранить чистоту сердца, мыслей и всего самого себя. Потому что таким людям, которых мать дает эти понимания, ждет радость и утешение. «Грех приносит человеку страдания и муки, сметь грешников люта, и ненавидящие праведно прегрешат». Четвертая неделя Великого Поста называется «Христопоклонной», то есть «изнесением креста». Для верующих это радость, потому что крестом Господь победил мир, страстей и пороков. Христом Господь освободил человека от адских страдательных мук. Крестом Господь вывел практически евреев из Египта и дал сладость жизни. Потому что когда не было воды, крестом Моисей ударил в гору, потекла вода. Крест светил людям в виде огненного столпа. Будущий крест, который сделали иудеи, и Моисеи по велению Божию, поставлен в пустыне, и на нем был пригвожден медный змей, кто смотрел с верою, имел спасение от угрызения змей и оставался жив. Поэтому этот крест износится для утверждения верующих, потому что дьявол уже посрамлен. Дьявол находится у ног человека. Только человек должен ополчиться против дьявола молитвою и крестом. Потом и апостол Павел говорит, что он может только хвалиться крестом Господом Иисуса Христа, на котором были распяты грехи. Иже в девятый час нас ради смерть кусивый, и растерзав на Христе рукописание наше. Иже в шестый день же и час на кресте пригвоздивый, в раи дерзновенный отдаму в грех. Церковь говорит о тех событиях, которые были и есть и будут спасительными. Когда верующие прикладываются Христу, они благодарят за всесильную милость и благодать, данную Богу, которую посылает каждому человеку. Поэтому мы с вами просим у Бога милости еще на три недели Великого Поста. Недели, которые говорят о тех событиях, которые изменили мир, о особенности, о Страстной Седмице. События, которые совершились, они изменили ход истории Церкви. Человечество получило прощение, человечество получило всыновление, человечество возвратило потерянный рай, человечество получило ключи воскресением Христовым о своей собственной квартире кельи в Царстве Небесном. И лишь только тот человек, который переживает эти события в своей жизни и благодарит Отца Небесного за единородного Сына, который через крест сделал нас наследниками Царства Небесного. Мы ему за все благодарим. Может, кто-то сомневается, что это действительно через крест. Мы с вами остановимся на одном мгновении. Был распят разбойник. Один и второй. Оба вначале они получили достойное наказание. Но благоразумный разбойник посмотрел на страдальца, распятого на кресте. И он вспомнил все, что было в его жизни. И попросил помими меня Господи, когда приедешь его в Царстве Твоем. Где он был? Он был на кресте. Что он увидел? Страдальца на кресте, который уже разрушил силу ада. Потому что иудеи и язычники думали, что они справились с Христом, положил во гроб, и все на том конец. Но древо креста процвело необыкновенным цветом милосердия. Древом креста разрушен ад. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечной, иди цар славы. Конец креста, который стоял на земле, он снишел преисподней земли. Вторая часть противоположна земной части древа. Она открывает вход в Царство Небесное. В раи с разбойником и на престоле был с Отцем и Духом вся исполнение описанной. Живоначальная троица воссела на престоле Царства в Царстве Небесном. Опять же, крестом вторая ипостась ввела все человечество в рай. Все человечество, хотящее спасения. И две части креста, опять же, друг другу противоположны, север и юг, запад и восток, они привлекли всех людей ко Христу. Под ножью ног вся земля да поклонится тебе и поет тебе, поет тебе Всевышний. Под ножи ног твоих мы поклоняемся. Где? Опять же, на кресте. Ты в кресте Спасителю пригвозил ноги, ожидая меня, пока я доползу, пока я до штыки льгаю, потому что мы изранены грехом, имеем разного рода недостатки, но он ждет. Ждет и от рождения, ждет и в юности, ждет и в среднем возрасте, ждет и в преклонном возрасте. Он никого не отверг и не отрынул. Он обнимает, целует и лобезает, как отец блудного сына. Он знает наши страдания, он знает наши горькие испытания, знает, в кавычках, друг дьявол, прельстив, а после что он делает с нами? Он старается всячески истребить лишь за только одно то, что мы имеем его образ, Христов образ, что мы нашими родителями посвящены в таинстве крещения, но мы остались рабами этого страшного и вселукавейшего врага дьявола. И он всячески старается нас уничтожить, чтобы, не дай Бог, кто-то за нас помолился и чтобы мы сами не пришли в чувство покаяния. Он уничтожает, он бросает в огонь и в воду, в наркомании и в пьянство, в убийство и насилие, в разного рода катастрофе, на скорости, на внимательности. Это все проделки дьявола. Но Господь, чадолюбив милующий, всячески спасает тех, кто хочет спасения. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое, воскресенье Твое по Емиславам. Крест, хранитель сия Вселенная, крест красота Церкви, крест ангелов слава. И для бесов язва, а нам победа.